Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые родители! Начинаем урок математики в первом классе. И как обычно, начнем урок с проверки домашнего задания. Для вас эти примеры не представляют трудностей. Ну, давайте проверим с вами. Сумма чисел 69 и 21. Чтобы найти сумму, необходимо разложить слагаемые на сумму разрядных единиц. Складываем десятки с десятками, единицы с единицами. 60 плюс 20 равно 80, 9 плюс 1 равно 10. Значит, сумма чисел 69 и 21 равно 90. Найдем сумму чисел 57 и 43. Точно так же по образцу выполняем это задание. Разложим 57 и 43 на сумму разрядных слагаемых. 57 это 50 и 7, 43 это 40 и 3. Складываем десятки с десятками, единицы с единицами. 90 плюс 10 равно 100. Вы сверили свои работы? Молодцы. Молодцы. Продолжаем дальше. Сумма чисел 27 и 20. Раскладываем по образцу на сумму разрядных единиц. 27 это 20 и 7. 20 прибавляем десятки с десятками, единицы с единицами. Сумма равна 47. 7. Из 39 вычитаем 29. Число 39 представляем в виде суммы разрядных единиц. 30 и 9. 29 представляем в виде суммы. Из 30 вычитаем 20. Из 9. Разность равна 10. Все остальные примеры мы выполняем точно по такому принципу. Надеюсь, ребята, вы поняли. Молодцы. Продолжаем дальше. Сядьте поудобнее. Откройте свои тетрадочки. И сейчас мы с вами напишем математический диктант. Будьте внимательными. Не торопитесь. 75 плюс 12. То есть сумма чисел 75 и 12. Вы подумали? Записали? А теперь сверьте с моим ответом. Молодцы. Сумма чисел равна 87. Разность чисел 75 и 25. Записываем только ответ. ответ. Очень хорошо. Сверьте ответ с экрана. Разность чисел 75 и 4. Записали? А теперь проверьте. сумма чисел 75 и 15. Найдите разность чисел 75 и 10. молодцы. Найдите разность чисел 75 и 71. Вспоминаем, что единицы вычитаем из единиц, десятки из десятков. 4. Очень хорошо. И последний пример. Сумма чисел 75 и 4. Вы подумали? Сверим с экраном. Молодцы. На этом математический диктант закончился. Но мы продолжаем дальше. Нам пригодятся знания компонентов сложения и вычитания. Давайте, ребята, повторим с вами. Что же такое сумма? Сложить? Сложить. Это значит увеличить число на несколько единиц. Как называется первое число? Первое слагаемое, второе число, второе слагаемое и результат сумма. Вспомните, ребята, как найти первое слагаемое. Вы ответили? А давайте сверим с моим ответом. Чтобы найти неизвестное слагаемое, нужно из суммы вычесть известное слагаемое. Молодцы! А теперь повторим компоненты при вычитании. Вычесть, ребята, это значит уменьшить число на несколько единиц. Уменьшаемое, вычитаемое, разность. Вот так называются компоненты при вычитании. А как вы думаете, как найти неизвестное уменьшаемое? Вы подумали? Чтобы найти неизвестное уменьшаемое, нужно к разности прибавить вычитаемое. Вы запомнили? А как найти неизвестное вычитаемое? Чтобы найти неизвестное вычитаемое, нужно из уменьшаемого вычесть разность. Молодцы! Эти знания нам пригодятся в последующей работе. Итак, тема сегодняшнего урока – решение примеров и задач. Откройте учебники на странице 145. Посмотрите внимательно на данную схему. Сумма чисел 38 и 30. Чему равна? Вы должны заполнить в пустую клеточку. Вы решили? Сверим! Молодцы! Разность чисел 68 и 25 равна 43. Сумма чисел 43 и 16 равна 59. Разность чисел 59 и 9 равна 50. Молодцы! 50 плюс 50 равно 100. Обратите внимание на следующую схему. Чтобы получить результат, мы должны начать сначала. Сумма чисел 20 и 8. Очень легко! 28. Разность чисел 28 и 8 равна 20. Сумма чисел 20 и 10 равна 30. Сумма чисел 30 и 20 равна 50. Вот мы с вами отгадали число, которое пропущено в данном ряде чисел. А сейчас будьте внимательны. Посмотрите на экран. Сколько на чертеже различных треугольников? Внимательно посчитайте. Я слышу у вас разные ответы. А давайте проверим. Считаем. Два. Три. Четыре. Большой треугольник. Пять. Шесть. Семь. У вас тоже получилось семь треугольников. Я думаю так. Молодцы! А теперь мы с вами приступим к решению задачи. Скажите, пожалуйста, а вы умеете играть в шахматы? Даже если и в шашки. Если нет, то вас родители обязательно научат. Прочитайте внимательно задачу. В шахматном кружке занимаются тридцать два мальчика, а девочек на пятнадцать больше, чем мальчиков. Сколько девочек посещают кружок? Задание к задаче. Поставь к задаче такой вопрос, чтобы она решалась в два действия. Вы подумали? Давайте с вами разберем краткую запись. В краткой записи пишем мальчиков тридцать два, девочек на пятнадцать детей больше. Чтобы задача решалась в два действия, мы должны добавить суммарную скобку, чтобы узнать, сколько мальчиков и девочек всего. Первым действием найдем, сколько девочек. Девочек у нас на пятнадцать больше, чем мальчиков. Значит, этот пример мы решаем сложением. Сумма чисел тридцати двух и пятнадцати равна сорока семи. Значит, девочек сорок семь. Вторым действием мы узнаем, сколько всего детей играло в шахматном кружке. Получаем тридцать два плюс сорок семь – семьдесят девять. Семьдесят девять детей посещает кружок по шахматам. Молодцы! Очень хорошо вы справились с этим заданием. А теперь составьте задачу по рисунку и решите ее. Обратите внимание на рисунок в учебнике. Что вы видите, ребята? Вы видите помидоры в двух ящиках. В первом ящике 26 килограммов, во втором – 24. Засолили 30 килограммов. Нам необходимо узнать, сколько осталось. Записываем краткую запись. Было 26 и 24 килограмма. Засолили 30 килограммов. Осталось неизвестно. Первым действием мы с вами найдем, сколько было помидоров в двух ящиках. Для этого мы прибавим к 26 – 24. Получим 50 килограммов помидор «было». Для того, чтобы узнать, сколько помидоров осталось, мы должны от того, что было, вычесть, сколько засолили. 50 минус 30 – 20 килограммов. Данную задачу мы можем решить другим способом, то есть выражением. Из суммы чисел 26 и 24 вычитаем 30. Получаем 20 килограммов. Молодцы, ребята! Мы правильно решили эту задачу. Ответ – 20 килограмм помидоров осталось. Мы с вами решали примеры, задачи, магический диктант. И еще у вас была ромашечка волшебная, которую вы заполняли. А теперь домашнее задание. Задание на дом. Номер 10 на странице 145. Вы запомнили, каким образом мы решали примеры? Я думаю, что вы справитесь с этим заданием. Урок подошел к концу. До новых встреч, дорогие ребята! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова